Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе и оставлять ваши вопросы в секции с комментариями. Ну и конечно же, друзья, не забывайте ставить лайки. Торговая сессия четверга позади. Мы разобрались с пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Паула. Мы услышали все, что хотели услышать от господина Байдена, который, как вы знаете, является новоиспеченным американским президентом. Даже несмотря на то, что сейчас мы не видим того прогнозируемого и вполне логичного по ожиданиям ранее снижения курса доллара, это не значит, друзья, то, что у нас нет хорошей фундаментальной базы, чтобы, находясь вот сейчас в том месте, где мы находимся, выстроить от этого долгосрочные инвестиционные идеи. Эта идея, прежде всего, старая. Мы ее тянем с 2020 года. Идея слабости американского доллара. Но вот с учетом обновленного новостного фона вчерашнего дня я могу точно сказать, друзья, что лично я очень доволен торговой сессией четверга. И я практически не сомневаюсь, или уберем слово практически, я не сомневаюсь, то, что американская валюта будет и дальше испытывать давление. Потому что все, что можно было бы вчера заложить в основу отработки вот этой идеи в плане комментариев от президента, который топит за новые меры экономического стимулирования и от председателя американского регулятора. Все это, друзья, мы получили. Плюс ко всему, еще интерес к слабости доллара подогрела и статистика по рынку труда. Хотя после последних данных по Non-Farm Perils лично я уже и не сомневался в том, что эта тенденция, нисходящая, печальная из-за последствий ковида, будет в эктом секторе американской экономики сохранена и дальше. Заявки на пособие по безработице, давайте вот так вот по хронологии событий прибежимся. Первый, конечно же, был отчет еще до выступления Паула. 965 тысяч новых обращений с 784 тысяч. Прогноз был тоже в районе 750-780 тысяч. То есть фактическая цифра гораздо хуже, друзья. И мне кажется, реальный показатель, скорее всего, уже перешагнул давно за миллион, но, видимо, есть какое-то директивное указание не пугать цифрами для статистиков. То есть не показывать цифры выше одного миллиона. Хотя я думаю, что они давно уже отражаются в общем состоянии американского рынка труда. Слабый сектор, указанный сектор, это серьезный якорь для американской экономики, потому что вы должны понимать, друзья, то, что для такого развитого рынка, как США, именно активность потребителей, их благополучие и последующий вклад в темпы экономического роста, это залог благополучия всей американской экономики. И пока не удастся вот вытащить нуждающихся в средствах сейчас и в помощи потребителей на нормальные уровни, которые мы видели в девятнадцатом году, американская экономика не сможет встать с колен и показать тот рост, к которому многие привыкли в последние десятилетия. Именно поэтому часть предвыборной кампании Байдена как раз и была направлена на то, чтобы убедить всех американцев, которые сомневались, стоит ли пускать вперед демократов, в том, что если они проголосуют за них, то демократы помогут деньгами. Ну, к Байдену мы еще вернемся, друзья. Первое, что хотелось бы отметить после статистики, это выступление председателя ФРС Джерома Паула. Напомню, что в последние дни, если вы сейчас откроете дневной график индекса доллара, вы сможете увидеть, что вот чуть больше недели мы наблюдаем реально за локальным восходящим движением американской валюты. И это локальное восходящее движение полностью копирует рост доходности американских облигаций. Американские облигации десятилетки стали расти после того, как на рынке появились слухи о том, что ФРС даже задумывается о том, чтобы начать постепенно выходить из беспрецедентных стимулов монетарных и начать ужесточать монетарную политику. Хотя мы тут же после этого слышали массу комментариев от руководителей региональных отделений ФРС о том, что это не так. Ну, хотелось, конечно же, послушать локомотива, я имею в виду Паула, вот этого американского ведомства и Центрального банка. Вчера у нас была такая возможность. В принципе, как я и ожидал, я надеюсь, что вы тоже, Паул, начал свою пресс-конференцию с того, что отметил. Никакого выхода из действующих экономических стимулов сейчас в условиях пандемичного кризиса не может быть и речи. Политика останется мягкой ровно до тех пор, пока общие экономические условия не улучшатся, пока ФРС не достигнет двух основных целей, которых поставил. Это движение инфляции, достижение инфляции, значение 2% и выше и достижение определенных показателей по темпам экономического роста. Но сюда можно также отнести еще и рынок труда. Инфляция, мы видим, растет, друзья, но по-прежнему отстает очень сильно от показателей в 2%. Поэтому, учитывая текущие темпы роста инфляции, можно точно сказать, и Паул вчера это подтвердил, ставки будут оставаться на около нулевых отметках в течение нескольких лет подряд. Я об этом тоже очень много раз говорил, друзья. Я хочу, чтобы у вас выстроилось системное понимание того, что при политике, мягкой политике ФРС, при неготовности американского регулятора повышать процентные ставки, но не будет каких-то долгоиграющих, долгосрочных, весомых аргументов, чтобы вытащить американский рынок долга к показателям доходности 2019 года. Поэтому не будет шансов у доллара за каким-то локальным всплеском интереса выбраться на траекторию роста. Доллар, в конце концов, будет возвращаться к нисходящей тенденции и лететь вниз ровно до тех пор, пока не изменится риторика американского регулятора. Поэтому после статистики, которая, разумеется, негативная для доллара, после мягких комментариев ФРС, мы получили два вот таких колосса, на которых может выстраиваться идея для сомневающихся ранее. Стоит ли идея продажи доллара, стоит ли ставить на снижение курса американской валюты? Ну и десертом вчерашнего дня. Можно даже сказать, друзья, что поскольку выступление Байдена из-за разницы в часовых поясах, в принципе, датируется уже сегодняшним днем, в 3.15 по московскому времени, можно сказать, что это событие уже сегодняшнего дня. Но по горячим следам, друзья, я не спал. Я посмотрел за всеми его заявлениями, их послушал, проанализировал и сегодня делюсь с вами информацией. Байден, как и обещал, представил детально программу экономического стимулирования американской экономики в условиях пандемии. И превзошел даже мои ожидания того, сколько символов будет предоставлено американской экономике. 1,9 триллиона долларов. 1 триллион будет направлен на помощь домохозяйствам. Это значит, что чеки для американских домохозяйств с 600 долларов, которые они уже получили, будут увеличены до 2000, то есть фактически они получат дополнительные поступления на сумму в 1400 долларов. Это единоразовые выплаты. Пособия по безработице также увеличены с 300 долларов до 400 долларов. Программа продлена до сентября 2021 года. Это пособие, кстати, друзья, в неделю. Вот представляете, как все-таки лихо взялись демократы сейчас за помощью потребительского сектора, потому что прекрасно понимают, что именно потребители это залог быстрого восстановления американской экономики. Если сейчас не помочь им, не помочь двигателю запуститься, то, как ранее отмечалось, американскую экономику ждет коллапса. Друзья, я позволю себе такое выражение. Байден несколько часов назад представил план спасения американской экономики. И этот план получит зеленый свет окончательно после первого выступления Байдена на пленарном совместном заседании Конгресса перед двумя палатами представителей. То есть перед двумя палатами, я имею в виду палату представителей и Сенат. Это произойдет через три недели, друзья. Поэтому есть определенный временной задел, когда мы можем еще повариться в идее того, стоит ли продавать доллар, стоит ли продавать сейчас, либо подождать чуть позже. Это на вашей ответственности или на вашей совести, друзья. Нужно просто принимать к сведению то, что мы по фундаменту имеем очень хорошую базу для снижения американцев. И нужно пользоваться этим фоном. Ну вот на долларе мы сегодня сфокусировали максимум внимания. Надеюсь, что убедил вас в том, что больше шансов, конечно же, наблюдать последствия за снижением курса доллара, ниже чем за ростом. А по другим активам все без изменений. Раз мы ставим на снижение курса доллара, то продолжаем тотально покупать риск. Австралиец добрался до нашей отложки 0,7780. Сейчас чуть-чуть откатили 0,7750, но в длинных позициях находимся. Доллар канадец тоже держим лонг. Ждем следующую неделю съедание Банка Канады и потенциальное смягчение монетарной политики, снижение процентной ставки. Золото 1850. Продолжаем покупать. И по поводу евро. То же самое ставка на лонг. Мы видим то, что евро может и знаем, может восстанавливаться. Движение выше отметки 1,23. Это движение самого ближайшего времени. Конечно же, друзья, продолжаем покупать фондовый рынок, который после таких экономических символов точно обновит исторический максимум. Речь идет о трех индикаторах американской фонды NASDAQ, S&P, Dow Jones. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и замечательных выходных. Всем пока!